Политические дебаты вновь обосновались на кухнях. Именно тут представители гражданского общества решили открыть диссидентскую политическую осень. Вооружившись только любительской камерой, общественники, так сказать, бросили непрофессиональный вызов казахстанским масс-медиам. Блин вышел комом, впрочем, и меню того, что принято называть политическими дебатами в стране, не балуют телезрители разнообразием. Каких ингредиентов особенно не хватает в этом блюде, уточнила Людмила Экзархова. Начать серию мини-дебатов с разными оппонентами на острые же свободные проблемы Казахстана. Политическая самодеятельность на кухне – это бессмертный классический жанр. Гражданский активист Ермек Нарымбаев, национал-патриот Мухтар Тайжан в домашней обстановке пробно сошлись один на один в споре о том, кто же такие национал-патриоты, социалисты и либералы по-казахстански. Участники кухонного шоу таким образом бросили вызов казахстанским телеканалам. Вот такой массовый самоиздат, неконтролируемый ни главными редакторами больших СМИ, ни властями, он будет рождать такие вот, подобные нашему домашнему, домашней политической кухне программы, ну, наверное, уже десятками. У нас нет дебатов вообще, поскольку те дебаты, которые проводились в преддверии президентских выборов, они все спланированные. Я думаю, что каждый, кто хочет заниматься политикой, должен знать, что у них есть такая задача – спорить, доказывать, что именно его позиция правильная. Но, к сожалению, наши политики не знают этого. Зеленый свет политическим дебатом в эфире прописал многократный кандидат на верховную власть Мелси Леусизов. Экола, кажется, участвовал во всех электоральных кампаниях времен суверенитета. Но ни разу Мелси Леусизов не дебатировал с постоянно действующим президентом страны Назарбаевым. При этом Леусизов считает, что политический ринг должен быть обязательной программой для всех, кто участвует в борьбе за умы и голоса. Мозги начинают работать. Человек начинает сопоставлять, где прав, где не прав, кто. И когда есть разные источники, разные информации, это очень хорошо. Ну, в Америке, допустим, президента дебатируют. Открыто, без всяких, и очень жестко ставят эти вопросы. И в этом случае как раз и правда вылазит. Потому что тот, кто врет, он всегда проигрывает. Другой неоднократный кандидат в народные лидеры Ганни Касымов постфактум говорит, Состязаться в Красной Речи с главой государства для него так и не стало жизненно необходимым занятием. Выдвиженец от объединенной оппозиции Серег Болсин Абдильзин в далеком 1999 году пытался бросить перчатку верховному правителю. Но президент отклонил приглашение к барьеру. И с тех самых пор это, похоже, вообще неописанное правило всякой электоральной кампании в Казахстане.